МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо него школьная линейка с соблюдением санитарных норм. Но даже это не испортило праздничного настроения 59 учащимся средней школы гимназии имени Абая города Талкурган. Вручение артистатов прошло в торжественной обстановке в присутствии родителей и педагогов школы. В этом году для учебного заведения особым достижением стали три обладателя Алтенбельга и два ученика с дипломом особого образца. А многие из выпускников являются призерами различных школьных олимпиад. Торжественная линейка завершилась традиционным последним звонком с символом прощания со школой. Для выпускников 2020 года сегодня знаменательный день. Сегодня мы получили аттестаты о среднем образовании. Мы закончили школу имени великого казахского мусорителя Абая Кунанбаева. Я очень горжусь этим. Я подтвердил свое звание Алтенбельга. И хочу выразить благодарность всему педагогическому коллективу и нашим родителям за их огромное терпение и труд. Хоть линейка прошла в необычном формате, нам все понравилось, ведь она прошла очень ярко и красочно. В этом году мы выпустили 59 учащихся. Трое учащихся со знаком Алтенбельга, двое учащихся с аттестатом особого образца. В нетрадиционной форме сегодня прошел наш выпускной бал. Но тем не менее, думаем, что нашим детям понравилось. Летний отдых по новым правилам. В Алматинской области сезон летних лагерей планируется начать с 15 июня. Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, это станет возможным в случае, если прирост заболеваемости COVID-19 в регионе не будет превышать 2%. Наша съемочная группа узнавала, как сегодня идет подготовка к открытию сезона летнего отдыха и чем он будет отличаться от традиционного. В загородном летнем лагере Алтенчижа кипит работа. Проводится клещевая и санитарная обработка, а сотрудники тем временем красят, моют и обновляют инвентарь, трегут газон и даже выносят лишние кровати из комнат. В целях безопасности в этом году наполняемость отрядов в лагерях должна составлять не более 50%. Кроме того, даже за столом ребята будут сидеть на расстоянии друг от друга. В одном отряде было 30 детей, в этом году мы будем принимать по 15 детей, потому что расстояние детей должно быть минимум полтора метра. Поэтому в этом году мы только половину детей будем принимать. К городу Текили относятся три загородных лагеря. Государственные Алтенчижа и частные Эдельвейс и Бастау. По словам сотрудников отдела образования города Текили, в прошлом году летним отдыхом было охвачено более полутора тысяч детей. В нынешнем, учитывая обстоятельства, эта цифра будет значительно меньше. Однако это никак не должно сказаться на отдыхе детей из социально уязвимых слоев населения. Для них места уже рассчитаны. Из социально уязвимых слоев планируется охват 170 детей за счет всеобучия. Дети могут здесь не только отдохнуть, но и получить лечение при санатории, профилакторе города Текили. Списки уже подготовлены, дети уже готовятся, родители тоже оповещены. Ежегодно летним отдыхом в Алматинской области было охвачено свыше 95% детей школьного возраста. Для этого функционировали школьные, палаточные и загородные лагеря. Однако в этом году из-за пандемии летний отдых будет обеспечен только в стационарных загородных лагерях, где есть возможность соблюдать все санитарные нормы и правила гигиены. Планируется, что с 15 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке в Алматинской области в своей двери распахнут 27 летних загородных лагерей, в том числе 9 государственных. Если в прошлом году оздоровительным отдыхом у нас в загородных лагерях отдыхало 21 495 детей, то если согласно алгоритму будем работать, утвержденное постановлением Министерства Республики Казахстан, то получается мы в этом году будем охватить только более 11 тысяч детей. Но так как мы сказали, что прежде всего это безопасность детей. Кроме того, планируется, что с 15 июня организовать занятость и досуг 15 тысячам детей смогут 35 организаций дополнительного образования, которые пока ведут только дистанционную работу. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Для юных любителей скейтборда города Каскелень начало лета ознаменовалось двойным праздником. Район Акимат и местные предприниматели подарили жителям новый скейтпарк Жагалау. Детский парк расположился на берегу реки Каскелень. Отсюда и название Жагалау. Территория в 900 квадратных метров поделена на три зоны. В одной различные детские аттракционы, во второй скейт-площадка. Последняя предназначена для проведения спортивных тренировок детей и подростков. Уникальный проект реализован благодаря районному и городскому Акиматам. В числе спонсоров проекта – компания «Тасгроб» и общественный фонд «Асылтас». Можно сказать, что это подарок для города Каскелень. С администрацией города у нас была идея реализовать совместный проект. Оптимальным решением стало создание парка. На открытии парка Аким Карасайского района Жандарбек Далабаев выразил благодарность представителям спонсорских компаний. В свою очередь вице-президент Федерации скейтбординга Казахстана вручил благодарственное письмо Акиму района за поддержку в развитии скейтбординга. В рамках мероприятия сформированы и подростковые секции полюбившегося вида спорта. От имени Федерации скейтбординга Казахстана хочу поздравить каскелленских атлетов и детей с открытием скейт-площадки детского парка. Торжество не обошлось без сладости. Представители молодежного ресурсного центра Карасайского района и местные предприниматели всем участникам мероприятия раздали мороженое. К слову, вход в парк свободный с 7 до 23 часов. Уже пять лет ребята из моногорода Текили показывают отличные результаты по туристическому многоборью на республиканском уровне. В этом заслуга Центр детского юношеского туризма и краеведения Текили. После двухмесячного перерыва воспитанники организации снова приступили к упорным тренировкам. Восемнадцатилетний спортсмен Александр Шкарпетин оттачивает свои навыки по различным дисциплинам туристического многоборья уже шестой год. За этот период удостоился звания кандидата в мастера спорта Республики Казахстан. Любовь к природе и здоровому образу жизни побудила к таким занятиям, признается Александр. Мне очень понравилось то, что все работали. Было очень интересно подниматься на высокие стенки. Было очень круто. Я решил заниматься спортом. Как разрешат открытие на открытом воздухе со всеми соблюдением санитарных норм. Мы уже начали тренироваться с соблюдением норм. Дистанции проходят личные. То есть в команде не работает, чтобы соблюдать нормы. Каждый один работает отдельно. Его отдельно страхуют на допустимом расстоянии. Ребята из Текили формируют основной костяк сборной области. В командном зачете два раза становились лучшими на чемпионате Казахстана и являются обладателями Кубка страны. 13 ребятишек уже выполнили нормативы КМС. Всегда в тройке лидеров по Казахстану. Сейчас текилицы ведут интенсивную подготовку ко второму этапу республиканских стартов в Павлодаре. Отметим, в первом круге они заняли первое место среди молодежи и взрослых. В связи с карантином мы потеряли два месяца работы. Ребята потеряли очень сильно форму. Мы работали дистанционно. Я не могу сказать, что мы не работали. Работали дистанционно. Но дистанционно это теория только. А практика все равно нужна. Вот уже первую неделю мы начинаем работать в общей сложности. Где-то на 50% в форме уже. Форму быстро набирают. Всего в данном центре занимаются 570 ребят. Разделившись на 38 групп, осваивают 11 видов спортивного туризма. К примеру, пешеходный, горный, водный и так далее. По Казахстану имеется 36 таких организаций, как наш Центр детско-юношеского туризма и краеведения Текили. Мы стабильно входим в тройку лучших. Многие ребята входят в состав сборной Казахстана. За прошлый год 4 ученика выполнили норматив мастера спорта Казахстана. Но им еще не исполнилось 18 лет. Поэтому пока что звания не получили. Ребята постоянно выезжают на международные старты. Планируем достигать мировых вершин. Все предпосылки к этому есть. Туристическое многоборье не только закаляет тело, но и вырабатывает твердый характер. Волю к победе и умение работать в команде. Елиман Райбеков, Жаркин Шантаев, Аблак Утукбе, телеканал ЖИЦУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова